Дорога на производство открыта! После открытия не прошло и года, а завод Аурат-СВ уже начал осваивать зарубежные рынки. Здесь производят специальные порошки и химические вещества, с помощью которых очищают водопроводную воду. За счет полимерной структуры, которая именно достигается за счет давления и высокой температуры, если посмотреть, то это вот такая сетка, которая всю грязь, которая есть в воде, она опускает медленно вниз. Она осаждается, и вода становится прозрачной, световой. Дальше не надо уже больших усилий, чтобы ее довести до питьевого качества. Как мы видим, отображаются, вот вращаются, это запустили мешалки, потому что химический процесс, он всегда состоит из трех стадий. Первая стадия – это подготовка, когда смешивают реагенты. Вторая стадия – непосредственно химическая реакция, где под давлением и температурой. И третья стадия – это разделение после реакции. На заводе проводят и другие опыты. Руководитель предприятия рассказывает, что с помощью полимеров возможно очистить даже воду из дождевой лужи. Добавили наш вот этот полимер, который здесь будет производиться. И эту воду уже после этого можно пить. Потому что она еще дополнительно и обеззараживает воду. Почему обеззараживает? Потому что там есть ионы хлора. Солян кислота – это H-хлор. Есть ионы хлора и добавительно обеззараживает. То есть такое комплексное воздействие. Спрос на полимеры, которые способны очистить воду, большой. В промышленных масштабах такой продукт выпускают единицы. Львиную долю на рынке занимают иностранные производители. На заводе «Аурат-СВ» уже наладили постоянные поставки в другие регионы – европейские страны. В ближайшие годы здесь намерены выйти на проектную мощность, наладить выпуск минеральных солей и возвести новые цеха. Город Канаш называют железнодорожной столицей Чувашской республики. И это предопределило, конечно, выбор этого места, с одной стороны. С другой стороны, это предприятие мы расположили в центре Поволжья. Вроде бы до Волги далеко, но если провести радиус, то нам очень удобно доставлять будет продукцию. То Нижний Новгород, Чебоксар, Новочебоксарск, Казань, Ульяновск, Самара, Тольятти. А это крупные города. Почему именно здесь? Потому что этот город, он вроде бы кажется небольшой – 50 тысяч человек. Но люди здесь все-таки достаточно квалифицированные. И те предприятия, которые раньше работали на полную мощность, но сейчас в силу сложившихся экономических обстоятельств не могут этого выполнить, они обладали очень хорошими кадрами. И это мы уже успели ощутить сами лично. Подобные проекты городу необходимы. С запуском этого предприятия было создано более 40 рабочих мест. Но это только начало. В Канаше продолжают наращивать свои мощности и другие заводы. На этом заводе выпускают специальные комплексы для промывки полезных ископаемых, дробильные установки и грохоты. Технику из Канаша поставляют во все уголки страны. На карьеры по добыче угля, руды и золота, а также на строительные площадки. Инвестиционный климат Канаша должен улучшиться. В рамках федеральной программы «Моногорода» в муниципалитете продолжают развивать индустриальный парк. Сегодня работаем уже в моногороде Канаш, где тоже привлекаем не менее 1 миллиарда рублей бюджетных средств для бизнеса и крупного, и малого, и среднего. Создаем тоже среду, чтобы они могли реализовать свои проекты с наличием инфраструктуры. Мы проводим водопровод, газ, энергетику, другие коммуникации. И тем самым бизнесу не надо вкладывать средства. Они вкладывают свои средства или привлекают в небюджетные источники только на реализации самого производственного объекта. Все остальное мы делаем с помощью муниципалитета. Итак, в ближайшее время в Канаше могут наладить производство гранулированных коагулянтов, строительных материалов и даже открыть инновационный комплекс по глубокой переработке пшеницы. Сейчас местные власти делают ставку на малый и средний бизнес. У нас вот возникла идея, что нужно вот эти все тренды и всю экономику срочно выводить от двух градообразующих предприятий. И административно мы понимали, что мы долго не сможем сдерживать вот текучее состояние нашего отогрегатного завода. В 12-13 годах мы могли там радоваться только про трактор вагона, который под 12 миллиардов рублей отгружал продукцию своей. И была хорошая налоговая база, зарплата хорошая. Сегодня этого уже ничего нет. Сегодня доля их изменилась. Мы видим, что в структуре экономики действительно преобладало максимальное количество крупного бизнеса. Создание нового бизнеса совершенно уходит от крупного промышленного сектора, а переход именно в малый и средний бизнес и в сферу переработки. От реализации федеральной программы ожидают большого эффекта. В перспективе здесь будет создано более полутора тысяч новых рабочих мест. В течение 5 лет со стороны предпринимателей будет положено не менее 7 миллиардов рублей. Отдельные производства будут открыты в 2017 году, в 2018 году и в 2019 году. Это значимо для нас, для всех. Это очень хорошая перспектива для нашей молодежи, которые даже с близлежащих районов будут приезжать и будут здесь практически работать. В рамках федеральной программы многорода в Канаше проведут и другую работу. В муниципалитете намерены рекультивировать старую свалку, благоустроить дворы, построить станцию для перегрузки мусора и реконструировать очистные сети. По словам местных властей, это должно улучшить инвестиционный климат города. Такие же прогнозы делают и эксперты. Очевидно, что развитие индустриального парка скажется положительно и на экономике муниципалитета. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...